Всем привет! Давно на канале не выходило ничего для пайки и я решил исправить это. Сегодня я попробую с вами сделать нижний подогрев спид контроллером для пайки печатных плат, ну и не только. Поехали! На Аликспрессе продаются небольшие платформы, которые выступают в роли нижнего подогрева. Позиционируются они как подогрев для пайки светодиодов. Один такой я себе переобрел и уже успел им попользоваться. У меня нижний подогрев мощностью 400 ватт, что довольно много. Управление им довольно простое. Достаточно при помощи энкодера покрутить ручку и можно выставить нужную температуру. Допустим выставим 100 градусов. Отлично! Сейчас поменяется местами. Я выставил температуру 100 градусов и текущая температура 21,4 градуса. Нажатие на энкодер включает нагрев и бегающие треугольники являются индикатором того, что включен нагрев. Выход на температуру близкую к заданной происходит примерно за 5 минут. Полностью температура стабилизируется примерно в течении 7-10 минут. Основой проекта будет Arduino Pro Mini термистор PT100. Также для работы с термистором нужен модуль MAX 31865. Также нам понадобится всякая другая мелочевка. А управлять я буду вот таким вот нижним подогревом. Это миниатюрная площадка для пайки радиокомпонентов. Максимальная температура, на которой она может нагреться, это 250 градусов. Рассмотрим схему устройства. Здесь установлена Arduino Pro Mini. Система управления нагрузкой 220, так как нижний подогрев работает от 220 В. Коннекторы для подключения внешних устройств. OLED-дисплей, на котором будет отображаться вся информация. Также модуля MAX 31865 с датчиком PT100 для измерения температуры на нижнем подогреве. Ну а без печатных плат никак не получится создать наше устройство. А заказывать печатные платы я буду на GLCPCB. А спонсором сегодняшнего видео будет компания GLCPCB. Именно с их помощью я смог изготовить печатные платы. Эта компания имеет многолетний стаж и делает действительно классные платы. Качество печатных плат, как всегда, на высочайшем уровне. Приступим к сборке устройства и установке всех необходимых компонентов. На модуле MAX 31865 нужно запаять определенные перемычки, в зависимости от того, какой у вас датчик с двумя, тремя или четырьмя линиями. У меня трехконтактный, поэтому я запаиваю все перемычки, на которых стоит циферка 3. Не забудьте, что вам нужно разрезать перемычку между вторым и четвертым контактами. В качестве блока питания я использую обычную USB зарядку на 5 вольт. Теперь нам нужно немножко модифицировать нижний подогрев. Для этого вытягиваем сам нагревательный элемент. Он вытягивается немножко туговато, но вытянуть его все-таки можно. Датчик имеет диаметр 5 мм. Также возьмем сверло диаметром 5 мм. Должно получиться примерно вот так. Для того, чтобы можно было довольно-таки туго, но все же вставить термистер. Теперь нужно все это аккуратно собрать обратно. Инерционность нижнего подогрева во многом связана с вот этой желтой защитной пленкой. Она не дает возможности быстро передаваться температурой от нагревателя к самой поверхности. Так, нагреватель установлен. И теперь устанавливаем сам датчик. Отлично, теперь у нас в сборе и нижний подогрев, и датчик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рассмотрим скетч. В начале подключаются все необходимые библиотеки для работы. Это библиотека для работы с PID-контроллером, библиотека для работы с энкодером, библиотека для Max 31865, пром для сохранения настроек, библиотека для работы с OLED-дисплеем, а также библиотека для работы с таймером. Дальше объявляем всякие разные переменные, которые используются в работе. Здесь можно раскомментировать отладку, и тогда в сериал будет вводиться вся отладочная информация по температуре и также другим некоторым параметрам. Также, если вы не хотите видеть десятичные значения температуры, то можно закомментировать эту строку. Одно из самых важных настроек – это настройка PID-контроллера. В данном случае настройка PID-контроллера довольно сложная. И сложность заключается в том, что этот нагреватель довольно инерционный. То есть с момента включения нагрева до момента повышения температуры проходит какое-то время. И даже после выключения нагрева температура все еще продолжает расти, несмотря на то, что нагрев отключен. Поэтому PID-контроллер мне было довольно сложно настроить. Так, чтобы не было превышения температуры, и при этом установленная температура держалась довольно точно, у меня примерно такие цифры получились. В вашем же контроллере могут получиться какие-то другие цифры. Следующая важная переменная – это период измерения. Было бы лучше сделать период измерения меньше – 100 миллисекунд, но это, к сожалению, невозможно из-за времени работы самого скетча. Так как на измерение температуры уходит примерно 150-200 миллисекунд, поэтому ставить здесь меньше, чем 300 миллисекунд нет смысла. Следующая функция – это функция вывода на дисплей. В данном случае выводится либо крупным шрифтом настройки и маленьким шрифтом температура текущая, либо крупным шрифтом будет выводиться температура, и маленьким шрифтом будет выводиться установленная температура. Также, если включен нагрев, будут выводиться значки бегущего треугольника. В сетап считываем значения с AEPROM, они автоматически сохраняются при установке нового значения температуры. Также настраиваем PIT-контроллер и таймер для управления диммером. При помощи диммирования мы управляем нижним нагревом. В основном цикле программы через определенный промежуток времени мы считываем значения с температуры, и если разрешен нагрев, то проводим расчеты и включаем определенный уровень диммирования. Также в основном цикле программы обрабатываем значения энкодера. Также есть еще несколько других функций. Например, функция настройки через плоттер. Эта функция нужна для отладки. И также несколько функций для работы диммера. В результате получился довольно неплохой нижний подогрев с контролем температуры. Давайте сейчас попробуем выставить 200 градусов и попробовать что-нибудь распаять. В качестве теста я попробую выпаять некоторые компоненты из платы от жесткого диска. Я ускорил видео для того, чтобы не тратить ваше время. Для того, чтобы нагреться до 200 градусов, ушло примерно 3 минуты. И как вы видите, плата отлично прогрелась и компоненты можно снимать и выпаивать, или наоборот их запаять. А вот для пайки микроконтроллера, который более теплоемкий и занимает намного большую площадь, нужно немножко поднять температуру. В целом проект получился очень неплохой. Я вам рекомендую сделать себе точно такую же штуку. Ну а если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет еще много чего интересного. А я вам желаю успехов, пусть ваши проекты будут классные и интересные. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok